30-40% теплоэнергии мы теряем. Наши системы изношены уже на 85 или на 90, а некоторых на 110. Люди себе ставят тепловой насос, получают дешевую электричество ночью, накапливают и вместо того, чтобы платежками платить туда, платят сами себе. Добрый вечер. Всем известно, что сейчас Украина столкнулась с такой проблемой, как подписание нового контракта на газ с Российской Федерацией. И опять Российская Федерация начинает шантаж Украины по поводу этих контрактов, опять не хочет выполнять старые обязательства, и всеми своими средствами пытается обойти Украину в этом вопросе. Вот по этому вопросу хотел бы прокомментировать. позавчера смотрел самый лучший специалист по газу, это Крутихин. И вот он сказал, что новый проект с Ямала, который велись, они в сумме где-то стоят под 120 миллиардов долларов. Это на Южный поток и на Северный поток 1,2. В интенсивном развитии 92 миллиарда долларов. Ну то есть больше сотни, даже 100, наверное, 120 где-то так. Конечно. Сам короткий путь этот по морю, он стоит всего там 20 миллиардов, две трубы. А вот весь путь, они сделали длинный круг, хотя могли воспользоваться старой трубой и сделать перемычкой, 120 миллиардов. Ну заработали братья Ротенберги. Теперь политически оправдывать надо, Украину надо отключать от транзита. И вот Крутихин говорит, уже станции, уже станции. Нет, он говорит, что уже у Газпрома есть затвержденная программа отключения перекачивальных станций. Нет, там есть уже с некоторых труб, уже снимаются станции, подстанции, которые будут перебрасываться на Северный поток. У него программа ликвидации труб, которые ведут в направлении украинской границы. Они сказали, нет, мы оставим 10-15 миллиардов кубометров в год, вот эту емкость, остальные все трубы мы уже вынимаем из земли, мы снимаем компрессорные установки оттуда, из этих станций. И трубы эти будут выкапываться. В сторону Украины останется, ну, от силы одна труба. Те переговоры, которые ведутся, ну, это фейк. Это разговоры ни о чем. Владимир Владимирович поставит всех в известность о том, что труб нету, качать я не могу. У них уже утвержденный план, этот план, он не только утвержден на бумаге, но уже он и сделан. Поэтому вы поймите, 110 миллиардов был договор кубов на Украину, сейчас эти 110 миллиардов проведены в обход. Как вы думаете, посчитайте математически, сколько собираются оставить Украину? Тобто транзитная держава Украина скоро может прекратить свое существование? Я не в транзите делаю, Виталий Николаевич. Я думаю, что скоро возьмут за горло. Когда транзита не будет, тогда с Украиной, я думаю, это один из методов, будет давление, когда нет транзита, тогда можно в любой момент отключить газ. Ну, это, конечно, так. На Украину они планируют оставить порядка 15 миллиардов. Да, только хранилища, хранилища украинские. Наш ресурс – это хранилища. Да, поэтому тот проект, который мы обсуждали по теплонасосам, который Зеленский, кстати, декларировал, пошло же все от него, от Владимира Александровича, что ставить надо на президентский дворец теплонасосы, сам он пересел на Теслу, он декларирует вот этот переход энергетики. Теперь мы ждем стратегии развития. Я лично во всех своих предприятиях, Виталий Николаевич подтвердит, он снимался на моих предприятиях, на больших комплексах по 18 тысяч квадратов, которые поставил тепловые насосы, и они выгоднее. Мы считали математику, помните? Это же треба, чтобы государственная программа запрацовала. Одна людина не сможет залежность Украины от газовой голки, транзиту переборотить. Мы считаем, что же и уряд петхопается инициатива. Виталий Николаевич, когда вы были в Верховной Раде, вот вы все время законы лоббировали против олигархов. Ну вот есть, я понимаю, что это называется децентрализация, когда вместо олигархов люди себе ставят тепловой насос, получают дешевое электричество ночью, накапливают, и вместо того, чтобы платежками платить туда, платят сами себе. Но, может быть, это один из способов выхода и от независимости. Ну, через год-два мы увидим. Ну, правильно, это нужно делать, но без поддержки государства очень быстро это не удастся сделать. Это нужно, чтобы была программа сформирована. Мы вышли за инициативой, до пана Зеленского, до уряда, который сейчас есть. И вот нужно, я не знаю, как-то подштовхнуть это все. Поэтому, я думаю, нужно снимать и показывать это на какие-то фильмы, снимать, доносить через Facebook, через другие возможности, чтобы все-таки наш уряд прискорил работать в этом направлении. Согласен. Смотрите, мы в 25-м году в Великобритании запрещают ставить газ на новое. А с 21-го года, это уже через год, Евросоюз сказал, что все проекты по газу не будут финансироваться, потому что это невыгодно. Они посчитали, что тепловые насосы вытеснят. Уже говорят, к 23-му году будет солнечная панель, стоит 100 долларов. Кто не знает, мы с Виталием Николаевичем были на крыше, и с нами были специалисты, вот мы беседовали на ту тему, я купил на 250 киловатт солнечных панелей. За первую неделю я потерял 4 тысячи долларов, за вторую еще 4. Потому что я их не установил, мы не поставили для установки эти крепления. И каждую неделю они дешевели по 4 тысячи долларов в неделю. Но тогда был как раз, китайские компании устроили большие скидки. И вот сейчас киловатт электричества стоит солнечные панели в Китае, мои слова можно проверить, на киловатт 220 долларов, а в атомной промышленности 4 тысячи долларов. Но это еще новую инфраструктуру, правильно? Нет, в Украине есть счастье. Советский Союз, там, украинцы строили эти мощности, они есть, их надо доиспользовать. На 80% у них износ. 60-80, это надо забывать. Еще, я смотрел посты Виталия Николаевича, он выставлял, ездил по стране и выставлял, как у нас течет горячая вода, как из люков идет пар. Мне понравился этот сюжет. И там я в интернете забил, прогуглил и посмотрел, что 30-40% теплоэнергии мы теряем на производстве до 40% и на транспортировке. А наши системы изношены уже на 85 или на 90, а некоторых на 110. Это вы имеете вновь за централизованное упалывание, правильно? Да. Я вот про это и говорю, что если сейчас быстро у нас, получается, мы заходим в цейтнот. Когда Россия будет перекрывать газ, когда ТЭЦы изношены, когда подвод теплосетей уже на 90% изношен, но появилась технология тепловых насосов. И вот мы, если бы, как вы хотели создать проектный пилот по Хрущевке, то было бы, конечно, замечательно, если бы мы смогли как-нибудь это продвинуть. Я надеюсь, что новый уряд, который действительно этим жаждет, что если они воспользуются этим, мы поймут, что... Россияне хотят одного. Нулевой контракт, что никто никому ничего не должен. Подписание договора на газ и без договора на транзит, потому что транзит они не собираются. Еще самое страшное. Я читал одного американского специалиста, он говорил, что жиженый газ будет 70 долларов за куб. Нам сейчас Россия предлагает по льготной цене 250 долларов, по льготной, 70 долларов. Когда-то жиженый газ стоил 10 долларов за миллион британских единиц. Сейчас уже 3 доллара за миллион британских единиц. И люди говорят, что сейчас боятся контракты подписывать с «Газпромом», потому что предположение, что жиженый газ будет дешевле, чем съемало газ где-то процентов на 40. Треба ж терминалы делать, треба ж в перевалочных инстанциях для этого. Я вот не знаю, стоит ли подписывать сейчас договора. Но тут треба нам больше вырабатывать, украинский газ, если так. Да, украинский газ на порядок дешевле даже с жиженого, в разы дешевле, он 2800. И альтернативные технологии, энергосберегающие. И тогда нам взагалі не потребен інший газ зовні. Да, технологии, когда вот мы смотрели, как технологии быстро в альтернативе дешевеют, значит, в 2010 году киловатт стоил 1100 долларов в автомобиле, сейчас он стоит 156. 23-й год 100 долларов. Поэтому говорят, что электричество – это будущее наше. Тут мы все по-любому придем к одному монополисту и к одному каллигарху. Я чувствую усиление власти будет его. Монополия мае бути разруйнована, оскільки, я думаю, что треба быть конкуренция, людям треба давать возможность это делать, предприятиям, фермерам, которые также могут на своих полях, чтобы ставили эти конструкции, никто, чтобы не заважал. Но если бы так легко подключали бы, у нас в стране проблема, что перевести сельскохозяйственные угодья в солнечные панели. Вот если бы был закон про солнечные панели, что можно ставить на сельскохозяйственных, и не нужно было бы менять назначение. Вот закон о том, что сельскохозяйственное назначение подходит под солнечные панели. Другие народы это могут сделать за неделю, если он захочет. Ну, я думаю, что... Да, но тогда мы... Единственное, что, Виталий Николаевич, Центр Энерго, Иринат Леонидович, я второго не называю, два олигарха, которые сейчас очень влиятельные, ну, как влиятельный, ну, что кто-то, Игорь Валерьевич Коломойский и Иринат Леонидович Ахметов потеряют свое влияние. Если будет децентрализация... Для украинского народу все же доброе. Децентрализация, если каждый будет, ну, кредит... Каждый сам себе президент, каждый сам впливает на свое життя. Либерторианский подход, будь ласка, вырубляйте себе электроэнергию, солнечную, дешевую, якесную, використовую в своем господарстве, и дешевше будет тебе вырубляти. Конкурентно здатна будет продукция у фермеров, чему нет? Ну да, если вот говорят, что, опять же, трактора следующего поколения все пойдут на электричестве. Не знаю, насколько это правда, но уже вот Нью-Холланд, Джундир, они декларируют, что все комбайны будут на GPS-управлении, может быть, даже не будет нужен человек, который управляет им. И если будет солнечная энергия подключена к сети и сети фермера, даже не покупать они ее будут, а просто отдавать, а потом обратно забирать, то если такой подход будет, то у нас, во-первых, не будет проблем, у нас днем потребляют, в основном, когда они вырабатываются, а батареи грузятся ночью для этих тракторов, то мы их создадим баланс, и наша сельскохозяйственная продукция с себестоимостью ее подешевеет. Заработки фермерам будут больше, они смогут купить землю, яку сейчас Зеленский хочет продавать, а не брать кредиты, в зашмур ходит борговый. Я думаю, эта программа, она очень интересна, ее нужно реализовывать. А вот если тепловые насосы еще кредит, государство будет подписывать гарантии нашим жилым помещениям, вот допустим, если люди хотят этот поставить насос, а государство за них берет гарантию, то товарные кредиты сейчас китайцы дают под 1-2%. Если бы можно было так, чтобы государство за это вручалось, и люди бы ставили себе эти тепловые насосы, воздушные тепловые насосы, чтобы не буриться, то ночью дешевое электричество и себестоимость, мы сидели считали, 3,5 киловатта дает 1 киловатт энергии, 3,5 киловатта тепла. Мы сидели считали, если ночной тариф 86 копеек сохранится, то заменяемость газа, ну куб газа это рубль-полтора, ну два. А если еще будут солнечные батареи? Ну они еще подешевеют в разы, я так смотрю, как они дешевеют, только еще половина будет оплачивать солнце. И зимой, и летом. И кондиционирование у нас половина инфарктов из-за высокой температуры в Украине. Если еще... В летом. Да, если будет, да. Ну перспективы нарисовываются, просто надо идти в ногу со временем, но у нас люди очень тяжело воспринимают, у нас очень консервативные люди, что-то новое очень тяжело. Люди, мы переконаем людей, нам нужно, чтобы чиновник это принял, нам нужно, чтобы политическая партия доминовая приняла, президент чтобы поддерживал, и тогда она будет двигаться вперед, а иначе мы не сможем переконать. Ну да. Это умовы певние створите.